ВСУ продолжают наносить удары по территории Российской Федерации, а конкретно по объектам в Белгородской области. Обстрелом подверглись поселок Красная Яруга и хутор Панков. В Щебекино были повреждены линии электропередачи. Тысячи жителей остались без света. В Курской же области украинские подразделения выпустили 9 мин по селу Елизаветовка. И по данным российских сводок, в результате минометных попаданий частичные разрушения получили частные дома. Также был поврежден газопровод. Но пострадавших тяжелых там нет. Несмотря на все попытки усилить противовоздушную оборону Киева, российские беспилотники Герань-2 вновь нанесли удары по энергообъектам в столице. По предварительным данным, дроны Камикадзе поразили электроподстанцию Нивки. На Лисичанском участке фронта наступление российских сил фактически остановилось. Бои там перешли в позиционную фазу. Украинское военное командование всеми силами пытается удержать оборону на рубеже Белогоровка в Верхнекаменское спорное. Бахмут, он же Артемовск, остается одной из самых горячих точек на линии всего фронта. Отряды частной военной компании «Вагнер» продолжают теснить ВСУ в городской застройке. Одновременно с этим идут бои за «Опытное» и «Подгорное», взятие которых для российской армии облегчит задачу по охвату данного города, то есть Артемовска, с флангов. Зенитный расчет 11-го полка Народной милиции ДНР поразил украинский вертолет Ми-8 под Донецком. Сбитый борт, скорее всего, был поражен во время выхода из атаки и упал в лесопосадке около Первомайского. Несмотря на недавнюю фланговую контратаку ВСУ, в самой Марьинке российские войска уверенно наступают на запад. Также сообщается об успешном продвижении для российской армии в центре города, где были расположены основные оборонежные силы.